Когда каждая проблема человека важна, а ее решение – дело чести. По такому принципу старается вести свою работу депутат Омского городского совета от КПРФ Александр Краснов. Ни одно обращение гражданина не остается без внимания, но есть у народного избранника и особенные люди, которых он навещает даже дома. Подробности в нашем сюжете. Для Александра Краснова сегодня особый день. Он идет поздравить одну из самых активных жительниц своего округа с днем рождения. Заходите, пожалуйста. Зинаида Ивановна, добрый день. У вас вчера был день рождения. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы удача сопутствовала вам всегда и везде и исполнение всех ваших желаний. Поздравляю вас с днем рождения. С Александром Красновым Зинаида Ивановна знакома уже несколько лет. Говорит, он единственный человек, который всегда помогал по всем наболевшим вопросам. В 2014 году жителям этого дома на улице Лукашевича нужна была во дворе дорожка. Раньше тут была протоптана тропинка, но зимой она превращалась в каток. Жильцы неоднократно обращались во всевозможные инстанции, однако реакции не было никакой. Левобережье писала в другие инстанции, когда у нас человек сломал руку на том месте. Но никто не реагировал. То есть много месяцев, одна только переписка, отписка и все такое прочее. Тогда Зинаида Ивановна пошла с обращением к Александру Краснову. И дорожка появилась в течение месяца. По дорожке здесь получилось просто, действительно, ситуация достаточно такая интересная получилась, что обращения были везде. И везде было сказано, что никакой дорожки здесь не будет. Ну здесь как бы, ну так получилось, что пришлось поучаствовать собственными средствами, нанять людей, которые сделали эту дорожку, и как бы этот вопрос был закрыт. Год спустя Зинаида Франчук перенесла сложнейшую операцию на сердце. По закону она имела право получить инвалидность, но пенсионерка узнала об этом только когда пообщалась с депутатом Красновым. Без него, так сказать, я бы не знала вообще, куда идти, зачем, потому что ни один врач, вот сколько я ходила, сколько врачей, и у кардиологов у разных, никто никогда не заикнулся даже. Зинаида Ивановна не раз обивала пороги больниц, но никто не хотел заниматься этим вопросом. И только очередное подключение к проблеме депутата-коммуниста решило этот вопрос. Эпопея с получением инвалидности продолжалась больше года. И вот только месяц назад пенсионерка получила ее официально. Никто не подсказал, что имеет право на инвалидность. Инвалидность несет некие льготы, и там по тем же коммунальным платежам, по тому же соцстраху, по покупке тех же лекарств, есть некие, скажем так, скидки и льготы. Пока не обратились в Министерство здравоохранения Омской области, вопрос был зависшим. После обращения, я считаю, что достаточно в короткие сроки, не прошло и месяца, как вопрос был решен. Зинаида Ивановна достаточно активный, положительный человек. Помочь ей это, наоборот, в радость как-то. Любая работа оценивается только делами. Люди верят депутатам только тогда, когда видят результаты их деятельности. Продолжение следует...